Девушки отдыхают Прочитают цитаты некоторых людей, открывших для себя субботу, где они говорят о своей борьбе. Позвольте мне кое-что добавить здесь. Когда Джим начал свои прогулки по парку, как мы их называли, потому что это действительно были прогулки по парку, мы не называли их покоем или чем-то подобным. Это было время близкого общения с Богом, когда Бог очищал слой за слоем. Он не рассказывал об этом мне, не выставлял это на показ, не говорил о том, что Ему это надо сделать. Это было тем, на что я обратила внимание. В конце концов, Он начал этому учить, но изначально это было тем, что я заметила, потому что это стало настолько сильно менять Его жизнь и наши отношения. Я просто не могла поверить. Он не навязывал мне это. Это было тем, что меняло Его жизнь, и я это прекрасно видела. Так, как это меняло Его, это меняло и наши отношения, и отношения с нашими сыновьями. В этом не было принуждения. Это само стало наполнять наши жизни. И в итоге это стало менять нас. И положительное в этом то, что нас никто не заставлял. Никто не принуждал. Бог очень нежно стал делать это сначала в Нем, а затем и во мне. И после этого прошло не так много времени, как церковь стала замечать произошедшие во мне перемены. Я стал проповедовать более спокойно. Я открыто признавался в том, что где-то я не соответствую библейским стандартам. И я готов был это признать. Признаться, что и я нуждаюсь в росте, вместо того, чтобы притворяться совершенным пастором, которому все должны подражать и пытаться уподобиться. И мы росли вместе. Община, семья и я сам. В присутствии Божьем. Мы стали ближе к людям в церкви, не дальше от них, потому что мы были честными с ними о нашем хождении с Богом, о том, что происходит у нас внутри. И другие также стали стремиться испытать, каково это проводить в субботу с Богом. Один из моих любимых текстов о покое. Записан в 61-м, в Салме, в 6-м стихе. «Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя». Разве не верно то, что слишком часто мы ищем покой и ободрение там, где удовлетворение найти нельзя. Мы включаем телевизор, включаем музыку, увеличиваем громкость, надеясь, что мы сможем успокоиться, если музыка будет погромче. Или спешим к друзьям. Друзья, это здорово. Я ценю дружбу, но друзья не могут дать нам истинного покоя, потому что только Бог способен дать истинную надежду, которая необходима, чтобы успокоилась наша душа, чтобы мы испытали мир в нем и в наших обстоятельствах. Это Псалом, 61-й, очень сильный Псалом. Псалом о надежде в Боге. В чем бы мы ни пытались найти покой, мы обнаружим, что истинное успокоение только в Боге. Дэвид Мейнс, пастор церкви, однажды сказал следующее. Вертолеты требуют практически постоянного внимания. Так и Бог, по-моему, замыслил человека таким образом, что наилучшее его функционирование обеспечивается еженедельной перекалибровкой. Регулярно пренебрегать субботним покоем без ущерба для души невозможно. Похоже, существовать полноценно мы можем лишь при условии еженедельного исследования и восполнение насущных духовных нужд. Мы с вами уже говорили о ритме работа и отдых. Кто-то может сказать, «Ну, разве недостаточно тихого времени с Богом утром?» Я двумя руками за это время. Но очень часто это время слишком кратко для того, чтобы Бог произвел глубинные перемены в нашей жизни. Кто-то скажет, «Ну, я беру отгулы раз в месяц на один-два дня». Это замечательно. Я никого не буду отговаривать от этого. Но Божий график – раз в неделю, через шесть дней. Мы не должны ждать более недели, чтобы раскрыть наше сердце перед Богом. Не должны ждать целый месяц. должны делать это регулярно, раз в неделю. И ежедневного тихого времени с Богом недостаточно. Работайте усердно шесть дней, но в седьмой день испытайте успокоение своей души. Питер Сказера столкнулся с той же самой дилеммой, с которой столкнулся и я. Он написал, «Наша общая, да и моя в частности, дилемма заключается в том, что многие годы я потратил на преумножение церкви и поиск способов ее более существенного влияния на общество. Откуда было взять время на какую-то патологическую интроспекцию? Разве такая рефлексия не затормозила бы действия Божия? Что пользу Богу и окружающему от того, что я начну копаться в своих неосознанных и нераспознанных желаниях, страхах и чаяниях? Настало время прислушаться к совету многочисленных голосов и начать открывать для себя значимый духовный покой. Для английского парламентария Уильяма Уилберфорса суббота была своеобразным компасом и балансиром его активной жизни. Он сумел оценить значение настоящего покоя. Уилберфорс понял, что всякому, кто регулярно и целенаправленно отводит время на субботний отдых, как правило, удается сохранить правильную перспективу и уберечь себя от изнеможения и нервных срывов. Данная аксиома составляет основу здорового образа жизни еще со времен сотворения мира. Однако, к сожалению, люди, ориентированные на успехи достижения, понимают этот принцип весьма превратно. Для него это была аксиома, своеобразный компас, к которому он обращался каждую неделю, сверяя по нему свою жизнь. И я тоже вступил на этот путь. Поначалу казалось некомфортно. Я чувствовал себя виноватым. Мне стыдно было признаться людям. Меня спрашивали, что ты делаешь каждую неделю? Ты ленивый, понапрасну тратишь Божье время, будучи при этом служителем. Но со временем я набрался мужества и открыто заявил, нет, я встречаюсь со своим руководителем, со своим начальником, и он назначил встречи еженедельно. И мои начальники не люди в церкви. Мой начальник — Бог. Я подотчетен Ему, я должен предстать перед Ним каждую неделю. И в моей жизни стали происходить перемены. Я стал лучшим пастором, не худшим. Я стал лучше заботиться о людях, потому что я ощущал в своей жизни Божью заботу. И люди в церкви стали ощущать, что я стал более любящим, заботливым пастором. А это совсем неплохо, когда пастор любит людей в церкви. И вскоре люди осознали, что это очень хорошая практика, они стали ее одобрять и сами ей следовать. И вместо того, чтобы прятаться в пещере от этого мира, мы словно восходим на вершину горы и оглядываясь назад, и видим свой путь. Видим то, что мы делали вчера, позавчера, на прошлой неделе. Мы замечаем, где мы уклонялись с пути, а где возвращались на него. Но мы также видим, куда мы направляемся. И это помогает нам. Это словно следование компасу, как я уже говорил. Если мы сбились с пути, мы возвращаемся на нужный путь, и не следует ждать месяц, а тем более год, для того, чтобы проверить свой путь по компасу. Это нужно делать чаще, чем один раз в месяц, но, быть может, не каждый день. Но я вам вот что скажу. Благодаря субботам мое ежедневное время с Богом стало глубже. Это время стало более полезным, чем когда-либо. Большое дело начинается с малого пожертвования. И пятью хлебами можно накормить 5000 человек. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария. Субтитры создавал DimaTorzok